всем доброе утро это утро настолько доброе что на улице еще темно время 8 час дело в том что это часть свободного моего времени когда я могу заняться своим авто одно из моих авто является вот этот kia sorento bl она готовилась под продажу потом была оставлена на лето теперь на осень я по болтику по винтику собирал была она у нас все разобрана раздолбана был сломан мотор все лето я ее потихонечку по вечерам и утрам ремонтировал иногда выходил выходные и занимался именно этой машины это восьмой год 2 и 5 турбодизель d4 cb они у нас есть там допустим с регулятором в топливной рампе и без регулятора теперь сама основная история это был февраль февраль этого года весна вот она даже на шипах то есть как она сюда на шипах пришла так она и до сих пор на них ездить они снимались то есть летом толком она не ездила поэтому не было смысла снимать летних даже не было а история была такая один из клиентов где-то ремонтировал двигатель не знаю что то какие шли стуки сделал спиратурбину потом происходил ремонт замены цепей гидрокомпенсаторов вот такое в этом роде и авто также со стуком попала потом к нам уже через второй третий сервис попала к нам вот и выяснилось что масло приемник был забит пламя гасящие шайбы были сгоревшие но уже их правда сменили все сделали но было поздно и произошло то же самое что и со всеми моторами d4 cb масло приемник забился давление упало и он заклинил на тот момент клиент принял решение так как у него потом уже выяснилось в процессе у него был более перспективный и надежный авто это он решил сделать на продажу и избавиться от нее вот и попытка его была первая поставить сюда контрактный двигатель он привез контрактный двигатель за 100 тысяч рублей сейчас купить мотор на нее хороший за 100 тысяч рублей невозможно так вот он сделал свою попытку первую этот двигатель так как нам не давали скрывать не вскрывать поддон не клапанную крышку мы просто покрутили крутится и крутится переставили поставили оказывается он был неисправен его сняли и следом он привез еще один за 100 тысяч рублей и точно такая же история ну уже попросили снять поддон сняли поддон проверили все вроде чисто поставили и выявилось опять же что цепь и грэм были неправильно с теплообменника шла эмульсия между головкой и блоком цилиндров шла охлаждающая жидкость и то есть мы его завели там с десятого раза но все было очень плохо и также попутно было выяснено что это авто сломанным двигателем было объявление на вид и тогда тогда именно тогда то есть я не помню михаил михаил у нас дмитрова было предложено ему оставить это авто мне то есть я говорю давай едет дам тебе денег и спокойненько иди домой и вот с этого дня и началась эта история это авто то есть я купил ее у михаила перебрал его же полностью двигатель и пошло-поехало то есть вплоть до того чтобы до каждого болтика до каждой клипсы здесь стоит новый то есть везде то есть каждая клипса каждый болт каждый шланчик потихоньку потихоньку и вот она собрана также была перебрана вся подвеска была разобрана раздатка сделано то есть оба кардана и много 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 всего было также были лакокрасочные работы по переду только красилась решетка есть даже те кто где я снимал с нее chrome короткое видео вот через несколько несколько дней вот здесь вот этот край в каком-то из тех центров то есть где она ремонтировалась до меня край прям зацарапали курткой что ли ли чем-то такое вот этот прям край поэтому через неделю-две будет полировка ее полностью происходить сейчас я перегоню на 4 стоечный подъемничек делал также крышку багажника и покажу вам в целом рассказ даже не о том что это моя машина а именно о машине есть масса то есть болячек у этого авто который я все уже переделал остались еще маленькие нюансы покажу то есть вот здесь крышка багажника то есть она пошли рыжики также пошли под стеклом крышка багажника я сам лично все снимал разбирал отдельно отдавалась крышка багажника все сделал отремонтировалась все покрасилась снимался также бампер новый партроник ягодка попала зимние он был покрашен партроники были прям все уже такие зеленые были одна из болячек это ихние арки вот она арка уже пошла с той стороны точно так же вот они рыжики здесь и вот здесь внутри в двери то есть ничего не сгнило но рыжики уже такие довольно серьезные смысл был всего этого допустим идея была чтобы ее купить дешево сделать и продать но после того как мы пару раз съездили там семьей выехали за город на природу я решил ее оставить и понять понять каждого из вас изнутри как вы это чувствуете дело в том что когда вы мне рассказываете что у меня там поворот или что-то я не мог это понять а теперь то есть полный полное до погружение у меня то есть в это авто сейчас вот я его закончу немножечко осталось и все менялась кстати тоже лобовое стекло было разбито вот эти щеточки вот кстати по щеточкам это вообще прям отдельная тема вот эти щеточки стоят оригинальные в новых упаковочек и не знаю поверите вы мне или нет но вот эта щеточка допустим стоит 700 рублей воды я заказывал оригинальная то допустим стоит 600 рублей а задние 500 рублей то есть и все это оригинале и чистят они более чем хорошо для тех кто все же не поверит что это мой автомобиль нет конечно еще из киа маджентис рабочая машина я вам потом покажу вот тут вот 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 он анатолий васильевич стрессочка еще новенькая на ней стоял номер 080 зеркальный и михаил бывший владелец решил оставить этот номер себе зеркальный и после того как он отдал свой номер на сохранение в дмитрове и ему выдали новый стс и когда он приехал то есть и он говорит слушай друг тебе достался даже лучше этот мотор уже после капремонта прошел пять с половиной тысяч прекрасно себя чувствует я изо всех сил старался чтобы с этого двигателя не упала ни одной капли не масла не охлаждающей жидкости и есть есть одна капля это интеркулер вот на нем есть капелька то есть там есть небольшая трещинка вот здесь вот то есть он не капает не льется но есть трещинка здесь довольно такая достойная защита что возьму свет снимал передний бампер менял ловушки поставил решетки протачил передние тормозные диски они были хорошего качества но немножко подбивали пока лодочка вот здесь вот видно кардан полностью весь обслуженный все шлицевая все помазано сменилась одна крестовинка прекрасно все выглядит вот здесь вот кстати один из клиентов приедет вот этот резонатор резонатор дело в том что здесь стояла прямоугольная банка с нее был удален не мной уже до этого каталик и когда он удален слышно турбину как она свистит поэтому я взял новый резонатора другой машины в варилово сюда этот звук свист исчез вот раздаточка виде видно что она прям как новенькая клиент сказал что она прекрасно себя там чувствовала то есть все было отлично но я все равно ее разобрал снял разобрал перебрал и да он был прав там все было прекрасно я все вычистил поменял новые сальники поставил и все назад вот вот такой есть момент 2 тормозные трубочки буквально после двух трех месяцев эксплуатации лопнула сзади тормозная трубка для этого снимался бак бак мылся чистился то есть ну все каждый болтик буквально каждый болтик я здесь касался по ручнику то есть пока лодкам разрабатывались и механизмы механизмом ручника вот здесь то есть болтик клинит все что можно было все втулочки стоечки новые отбойнички и и так далее и так далее и так далее сейчас я буду менять масло в редукторе заявлено было что там все новое сейчас мы это увидим меняя здесь специально на четырех стоечным так как очень часто ремонтирую редуктора проблемы является недостача масла под таким углом то есть именно заводской пробки не хватает для того чтобы попало масло для подшипников хвостовика вот поэтому сейчас на четырех стоечный мы поднимем заднюю ось выше и зальем масло чуть больше здесь есть небольшой момент здесь могут сказать люди что избыточное количество масла даст избыточное давление картерных газов и вот этот сапон не справится вот он сапончик стоит на насосе вот он тут все его тоже чистил он прекрасно работает не справится да есть такой если мы переливаем в двигателе объем масла то объем картерных газов у нас возрастает и может выдавить сальнички или какие-то прокладки то далее также нельзя переливать в раздаточную коробку там у нас в коробку автомат то по редуктору то есть практике подобного замечено не было то есть заливаем и там буквально на 200 250 грамм больше положено по уровню сейчас мы сольем и покажу как это происходит чтобы у меня не случилось я так думаю мне очень хочется чтобы не случилось как из многих моих клиентов ремонт редуктора не хотелось бы его делать сейчас ничего не гудит ничего не бьет также менял подшипник ступицы то есть у них есть такая болячка сейчас посмотрим менялась ли масло на самом деле потому что здесь вот прям ржавчинка не видно может быть мало ли обманули нет вот масло видите прям идеально чистенько и ежик можно сказать чистенький прекрасно себе тут чувствует масло сейчас все сольем хуже не будет сольем зальем новое и подымем заднего ось вот с помощью траверсы для этого на специально подъемничек то есть если у вас есть возможность вы можете там встать на горочку заехать задом и произвести замену масла точно так же масло я буду заливать оригинальное принципиальной какой-то особенности я никогда не видел в этом редукторе переднем заднем редуктора корейские довольно такие неприхотливые и надежные заливать я буду 75 на 85 оригинальное масло мне она удобна тем что она есть у нас в наличии и соответствующие ее цена то есть как бы цена и качество нет смысла покупать ликви молли матюль там или что-то еще поэтому будем пользоваться обычным простым маслом единственное что немножко не обычным способом все это сделаем сейчас течет а надо пробочку открыть открыть пробочку вот это вот немножко неудобно не знаю пробка уже слизана там на подъемнике вот эта пробочка у нее грани на 23 не на 24 на 23 вот ключик 23 то есть но на 24 она тоже конечно откручивается если взять головку то она отворачивается что-то взять нужен помогатор а что такое как и надо постучать наверно по ней немножко такое ощущение что ее не отворачивали никогда вот эта штука которая сейчас я буду делать это небезопасная штука но выбор у меня нет можно отлететь в глаз отлично ну вот если по раме как у всех конечно есть некая коррозия и тона в задней части то по лонжеронам если мы туда заглянем вот здесь то ничего не сгнило то есть пороги прекрасном состоянии из порог здесь и порог вот здесь у многих я вижу что порогов уже просто нет то здесь они конечно еще остались пока масло стекается хотелось бы сказать часто сталкиваюсь с тем что люди приобретают машину не по своим силам что ли они не способны обслужить машину должным образом покупают авто там за два два с половиной четыре миллиона и потом приезжают ко мне и здесь мне рассказывают как плохо им жить что они используют самый плохой там некачественный топливный фильтр воздушный фильтр и тогда я тоже как и эти люди могу взять и в кредит могу купить себе более достойную машину но я беру машину которую я способен вполне то есть полной мере обслужить с должным образом то есть если здесь сломается редуктор я осилию купить или допустим сделать или что-то с мотором но не не более то есть именно вот эту машину то есть если будет необходимость я сделаю для нее все так автомобиль у нас стоит нам паркинги под передние колеса с подложим вот такие откатнички и поднимем ее чуть вот и все будет достаточно и вот в таком положении мы уже будем заливать туда масло сейчас конечно польется надо подложить тряпочку чтобы красочка на подъеме не облезла хотя от краски этого не случится масло также имеется у нас бывает там 75 на 90 95 70 80 на 90 просто я в этом принципиальной особенности не вижу в редукторах на kia sorento там первое или уже рестайл 2002 по 2011 есть два вида редукторов объем у нас есть 1 и 7 и 2 и 7 здесь у нас 2 и 7 объем масла ну все же я планирую избавиться от этого автомобиля хотя это очень хороший надежный авто все меня устраивает в ней то есть очень хорошая проходимость прекрасная работа раздаточные коробки динамика то есть ну просто все шикарно все но все же она мне не подходит под мой стиль езды у меня более такой агрессивный она конечно такая валка сильно заваливается поворотах иногда складывается ощущение что я выскочу она не удержит меня может быть это ощущение после того что после легкового авто так вот я практически залез везде в каждое место то есть вплоть до того что я также разбирался полностью с отопителем с актуатором горячего холода актуатор заслонок в ноги и так далее так далее то есть и также омыватель фар антенна привод открывания бака то есть я тоже менял потому что он как-то щелкал через раз все абсолютно все каждый не знаю каждое стекло каждая крышка каждая дверь везде практически я уже был кстати кстати маленький такой момент очень многие люди приезжают и говорят что у них подталкивает коробка на самом деле это не коробка подталкивает подталкивает это растянутая цепь дело в том что здесь я снял раздатку до был небольшой люфт я раздатку снял перебрал то все было прекрасно все помыл почистил собрал обратно я видел этот люфт и теперь я чувствую этот люфт как она подталкивает то есть это происходит в пробочка это при переключении то есть назад вперед есть этот толчок и я вам так скажу вот я поездил где-то полтора месяца и это мне уже надоело поэтому цепь я буду обязательно менять и ставить новую оригинальную потому что ну такие необычные толчки и если прям резко-резко прям со светофора рвануть у людей допустим они прям жалуются что это многочисленные то есть удары часто это я уже пару раз заметил что цепь пытается перескочить ну знаете об этой машине можно разговаривать очень долго здесь масса масса всяких моментов нюансов по салону там и так далее так далее потихонечку везде где есть моменты я их то есть исправляю пытаюсь довести до идеала хотя даже не знаю зачем потому что буквально через месяц-полтора это авто будет стоять на автору или на авито все таки я буду избавляться от нее это у меня есть моя любимая мы потом как-нибудь про нее отдельное видео вот на ней я и буду ездить дальше но если у вас если у вас возникли вопросы то есть какие-то тонкости и нюансы я уже можно сказать полностью спроник душой и телом в это авто то есть понял как вообще все здесь работает как все происходит поэтому пишите звоните будем стараться ответить на все ваши вопросы и если у вас есть такое авто то сможете также записаться техцентр приехать отдельно можно записываться ко мне то есть звоните говорите что хочу попасть на диагностику к анатолию то запишите именно ко мне и здесь мы с вами потихонечку не спеша все обсудим и дополнению очень-очень давно хотелось это сказать вот опять же возвращаясь той теме что машину нужно брать по по своим по своему бюджету что ли по обслуживанию в одном из как-то фильмов была такая отличная фраза как-то как-то один сказал бери но что по себе чтоб не падать при ходьбе ну все друзья до новых встреч скоро увидимся и ждите новых хорошего видео а